Дорогие друзья, рад приветствовать вас на моем канале. Как и обещал, я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Сегодня мы запускаем уже третью серию. Благодарю за вашу поддержку и интерес к предыдущим видео-выпускам. Не будем терять время и приступим к первому вопросу. Почему так долго строится центр Юскай в Шарже? В первую очередь необходимо понять, что технологии вести – это сложнейшая отрасль образующая технология, относящаяся к транспортно-инфраструктурной отрасли. Аналогами подобной технологии являются такие транспортные отрасли, как железнодорожный транспорт, в состав которого входит железнодорога, подвижной состав, инфраструктура, а даже полный цикл разработки и производства специфических материалов, элементов, узлов, оборудования и систем железнодороги, железнодорожного подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры. Железнодорожный транспорт не сводится к какой-то одной системе – ресторанной решетке, мосту, путепроводу, локомотиву, вагону, вокзалу, депо или заводу по производству локомотивов или вагонов. Железнодорожный транспорт является транспортно-инфраструктурным комплексом, включающим десятки систем и подсистем. Здесь нет ни одной лишней системы, все они необходимы. При этом современная мировая железнодорожная отрасль создавалась участием государств, а не только частных компаний. Причем во многих странах и в течение более чем 200 лет сказано относится к другим транспортно-инфраструктурным отраслям до тех, как, например, автомобильная, ракетно-космическая, морской флот, авиация. Единственная компания, которая смогла до группы компаний ввести, приблизиться к реализации нового транспортно-инфраструктурного комплекса – это группа компаний «Сименс». Но здесь надо помнить, что штат компании составляет около 300 тысяч сотрудников, а годовая выручка – около 100 миллиардов евро. Но даже в этом случае основным инвестором на разработку транспортно-инфраструктурного комплекса на магнитной подушке «Транспортно-инфраструктурного комплекса» стала не сама компания, а целое государство Германии. На этот проект в общей сложности было затрачено несколько миллиардов евро, и официально работы велись в течение более 40 лет, начиная с 1969 года, хотя на самом деле работы над поездом на магнитной подушке начались еще до Второй мировой войны. Проект в настоящее время закрыт из-за крайне низкой энергоэффективности системы «Транспортно-инфраструктурного комплекса» и низкого уровня транспортной безопасности. Средства любых инфраструктурных объектов зависят не только от объемов финансирования, но и от разработки технологических и конструктивных решений. От наличия и поставки сотен намерений материалов, элементов, узлов, оборудования, от геоприотической обстановки в мире, от наличия санкций к юридическим и частным лицам, задействованным в проекте и от множества других экономических, социальных и геополитических факторов мировой экономики. Так, нашу работу в нынешних условиях и близко нельзя сравнить, например, с периодом 2016 по 2019 год, когда интенсивно строился в Белоруссии, экотехнопарк в городе Мариногорск. Сегодня из-за банковства ряда европейских компаний-поставщиков в период пандемии COVID-19 и локдаунов, обострывающихся геополитической обстановки в мире и введения санкций, стоимость комплектующих и оборудования для юсти существенно выросла, иногда несколько раз. При этом те экотехнопарки в Белоруссии строились легкие, с подвижной нагрузкой массой до 10 тонн и суммарным натяжением струн до 500 тонн. Причем это короткая тестовая трасса длиной до 800-900 метров, в то время как в Белоруссии строятся тяжелые, с подвижной нагрузкой массой до 60 тонн, а это тяжелый танк, и натяжением струн до 2000 тонн, и длинной длиной до 2,5 километров комплекса юсти. Поэтому вопрос необходимо поставить совсем по-иному. Каким образом группа компаний юсти все-таки умудряется не только успешно работать, но и развиваться в таких сложных финансово-экономических и геополитических условиях, при упавших с учетом инфляции в несколько раз объемах инвестирования. Это говорит об эффективном и целевом использовании инвестиций с минимизацией научных, технологических, организационных и экономических рисков, из-за которых большинство стартапов в мире вообще прекратили свое существование с обнулением вложенных в них инвестиций. И в этом ответе я хочу затронуть еще один очень важный момент. Раньше некоторые из вас спрашивали меня, зачем мы построили два демонстрационно-сердекционных центра в разных локациях, в Белоруссии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Современная геополитическая обстановка в мире дала всем ответ. Именно благодаря этому, ранее принятому мною решению, мы продолжаем работать и демонстрировать нашу технологию вести всему миру, а даже получать заказы на адресные проекты. Так, второй вопрос. Почему название SkyWay больше не актуально? В период 2015 по конец 2019 года группа компании «Вести» частично осуществляла свою деятельность под такими маркетинговыми названиями, как SkyWay и группа компаний SkyWay. Важно подчеркнуть, что компании или группа компаний с такими названиями юридически никогда не существовали и не существует, как аризонно-правовые структуры сегодня. Помимо компаний, входивших непосредственно в группу компаний «Вести», Бренд SkyWay, а именно Sky, которая является частью моей фамилии, как автора технологии на английском языке, моя фамилия по-английски считается как «Ювенскай», использовав рядом компаний, нам неподконтрольных, а также рядом инвестиционных фондов и независимых неподконтрольных лиц в рамках краудинвестинговой модели привлечения средств для развития моей инженерной деятельности. Впоследствии от любых наименований, связанных с SkyWay, группа компаний «Вести» отказалась из-за ряда недобросовестных и мошеннических действий, совершенных компаниями-агентами. Мы недократно обращались в органы власти и суды разных стран в цель защиты нашей чести, достоинства, деловой репутации. Судебные иски были поданы как против недобросовестных конкурентов, так и против тех, кто служит их интересам или был введен в заблуждение атаками недобросовестных СМИ. В одних случаях иски были успешными, в других – нет. В 2019 году главная инженерная компания провела ребрединг, сменила логотип и названия, а также обновила элементы корпоративного стиля. Новый бренд компании на английском языке – Unisky Stream Technologies Inc. считает в себе как название технологии, с которой все, собственно, и началось, так и мою фамилию, как и ее автора – Unisky. Unisky. К слову, это было отражено в уставе Зала Суни-Технологии при создании компании еще в 2015 году. Друзья, благодарю вас за внимание. Рад был снова выйти на связь с вами и ответить на интересующий вас вопрос. До новых встреч в следующем видеовыпуске. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok